Здравствуйте! Дисциплина язык телодвижения. Тема третья. Практическое занятие. Психология лжи. Основные вопросы, которые мы должны осмотреть, это выявить скрытые информации жестами рук, ладони, передаваемые с помощью информации. И выполнение практических заданий. Нужно рассмотреть самоделированные ситуации. Занятие второе. Подготовить психологический портрет преступника с помощью жестов, рук и микровыражений глаз. Нужно рассмотреть основные фильмы, эпизоды фильмов «Обмани меня», пройдя по ссылке. И дать определение микровыражению. Признаки лжи можно условно разделить на две группы. Все, что относится к речи человека, вербальное поведение, и все, что относится к невербальному поведению. Громкость голода, эмоциональный тон. Чрезмерно громкий голос может являться сверхкомпенсацией, призванной скрыть ту или иную информацию. Фраза, содержащая ложь, часто имеет более бледный эмоциональный интонационный фон. Это связано с тем, что человек, рассказывающий выдуманную историю, не всегда может выдумать историю, не всегда может выдумать эмоции, которые должны быть в соответствии с ситуацией. Используемая лексика часто бывает, что когда человек начинает лгать, он несколько изменяет привычные для него набор слов. Например, в речи появляются нецензурные слова, междометия, слова-связочки, которые начинают говорить о себе о третьем лице. Часто обманщик усиленно подбирает слова, и это работает мысленно. Мысленно то, что можно увидеть внешне. Различают две типы речи, установочную и спонтанную. Нужно определить, что такое установочная и что такое установочная и спонтанная речь. Дать определение ошибкам и оговоркам. Паузы. Что такое оговорки? Как Фрейд считает, что оговорка сообщает за человеком то, что он не хотел бы произносить вслух. Лжицы дословно часто попадаются именно в том, неостороженном слове, скажут что-то лишнее. Интонация. Когда человек говорит неправду, у него часто меняется интонация. Дать определение, привести пример. Нужно рассмотреть характерные изменения интонации. Испуганные интонации, вызывающие интонации, угасающие интонации, изменяющие нотки. Это все дать нужное определение. Выражение бегающего глаза связано с попыткой обмана. Мимикой является непроизвольной реакцией. Но то, что чувства, которые переживает человек в данный момент, ну, мышцы лица могут легко управляться сознательно. Это значит, что выражение лица может быть неискренно фальшивым. Дать определение и привести пример. Причины, по которым сложно определить, когда вам лгут. Мы опираемся на стереотипы. Смешное доверие. Некоторые люди просто выглядят более честно. Мы не получаем отклика от наших способностей определять лица. Просто не очень легко провести. Спасибо за внимание. До свидания.